Эти объекты не обозначены на картах. На дорогах нет никаких опознавательных знаков. Периметр тщательно охраняется. При этом систему охраны показывать запрещено. По территории России разбросано несколько десятков таких объектов. Здесь строят хранилища радиоактивных отходов. Объединение «Маят». Здесь перерабатывают ядерное топливо. Ценные компоненты отделяют от активных отходов. Отходы утилизируют, ценные компоненты опять идут на продажу. Продажа радиоактивного топлива приносит России 3 миллиарда долларов в год. Требования иностранного покупателя просты. Он берет у нас топливо, использует его, отходы возвращает обратно. Отходы везут на завод по железной дороге. Погрузкой занимаются роботы. Человеку приближаться к этим контейнерам смертельно опасно. Герметичные, очень прочные емкости устанавливают специальные вагоны. Большой железнодорожный вагон, он ставится на попа. Вот в таком состоянии в него машины укладывают контейнер с этим топливом. Потом целый вагон обратно возвращается на рельсы. И с специальным составом, с предупрежденными железнодорожными службами, службами МВД. Этот состав идет с атомной станции вплоть до маяка предприятия. В 2002 году в России прошли демонстрации зеленых. Они протестовали против ввоза в страну ядерных отходов. Российские атомщики считают, что зеленых провоцируют иностранные конкуренты. Хранение радиоактивных отходов – выгодный бизнес. Радон. Здесь перерабатывают отходы средней и низкой активности. Все, что окружает нас в обычной жизни. Облученные части медицинских приборов – детали техники. Их привозят в контейнерах на специальных машинах. Машины идут обычными дорогами в сопровождении милиции. Внешне от стандартного мусоровоза их отличает только окраска. На входе санпропускник. Здесь каждый должен переодеться, сменить обувь. Только после этого можно попасть на рабочее место. На рабочем месте запрещается принимать пищу, принимать воду, курить, пользоваться косметикой, находиться без спецодежды. Для сотрудников Радона это обычная работа. Разница в одном – если на рабочем месте вдруг загорается красный свет, нужно немедленно убегать. Радиацию невозможно ни увидеть, ни почувствовать. Контрольные приборы установлены во всех помещениях. Когда все в порядке, горит зеленая лампа. Рабочие помещения делятся на три класса. Первый класс – здесь идет переработка отходов. В печи активные отходы превращаются в стекло. Они не просто обволакиваются, не просто как в бутылку насыпали соль, закупорили и оставили храниться, потому что бутылка может разбиться, а соль растворится. Они сами становятся стеклом. Люди сюда не заходят. Это смертельно опасно. Все процессы автоматизированы. Войти можно только в случае аварии в особых средствах защиты. Изолирующий противогаз. Специальная защита, которая из свинца, которая поглощает радиоактивное излучение. Щитки из оргстекла для защиты органов глаз. Кроме того, персонал пользуются дистанционными средствами работы. Это щупы, захваты, дистанционные краны и так далее, манипуляторы. Второй класс. Отсюда оператор управляет печами. На мониторе он увидит все, что в них происходит. Ко второму классу также относятся комнаты, где работают с контейнерами. В них бывают отходы разной активности. Здесь три основных правила. Стой дальше, работай быстрее, не забывая о защите. Контейнер с отходами голыми руками не возьмешь. Получишь серьезное облучение. Распираторы и рабочие рукавицы надевают только один раз. Когда их снимают, они тоже становятся радиоактивными отходами. Отходы сжигают, залу дезактивируют. Каждый работник всегда носит индивидуальный дозиметр. Он показывает, сколько радиации набрано за смену и суммарную дозу. Если она превышает норму, человека переводят на безопасную работу. Третий класс. К нему относятся коридоры и вентиляционные шахты. Здесь работает мощная система кондиционирования. Каждые пять минут воздух полностью заменяется. На заводе по переработке радиоактивных отходов чище, чем на кухне у хорошей хозяйки. После каждой перевозки машины поливают специальным раствором. Восемь женщин работают в резиновых сапогах со шлангом в руках. Недавно процесс хотели автоматизировать, но тогда четырех работниц пришлось бы сократить. Женщины в один голос отказались от новой техники. До сих пор в том же составе моют машины дедовским способом. Два раза в день территорию цеха моют водой с обыкновенным стиральным порошком. Пол покрыт пластикатом, углы закруглены, швы хорошо заклеены, плинтусов нет. Там нет каких-то закутков, которые трудно вымыть. После уборки вода становится радиоактивной. Она стекается в специальные отверстия. По трубам собирается в огромную емкость под землей. Жидкие отходы тщательно фильтруют. Воду очищают так, что ее можно пить. Если соблюдать все правила, работать на таком предприятии безопаснее, чем жить в большом промышленном городе. Радиоактивные отходы прячут под семью замками. Это похоже на сказку Кощея бессмертным. Смерть Кощея на конце иглы, игла в яйце, яйцо в утке. Утка в зайце, заяц в сундуке, сундук глубоко в земле. Под этим холмом находится хранилище. Это насыпь из разных сортов глины. Ее высота 4 метра. Она защищает от грызунов, ливней, смерчи и даже от падения самолета. Трава маскирует хранилище под обычные лужайки. Глубина бункера 7-8 метров. Стены железобетонные. Пока хранилище заполняется, над ним стоит металлический ангар. Здесь работают люди. Это контейнер с высокой степенью защиты. В таких хранятся очень опасные отходы. Внутри контейнера свинец. В нем всего лишь 12 маленьких лунок размером с ружейный патрон. Отходы попроще устанавливают в огромные железобетонные контейнеры. Все это опускают в шахту и закрывают люком. Эти емкости, они находятся в состоянии именно хранения. То есть они могут быть извлечены и дальше отправлены на последующую переработку для окончательного захоронения. Заполненные хранилища засыпают бентонитом. Это особый сорт глины. В случае землетрясения он склеит трещины. Хранилища закрывают железобетонными плитами. Цементируют, асфальтируют и засыпают землей. После этого радиоактивные отходы не представляют опасности. Правда, часть из них распадается на безопасные элементы только лет через 100-200. На секретных картах, где обозначены хранилища, стоит гриф «Хранить вечно».